И это происходит примерно 10-12 дней. То есть на серьезную стрессовую ситуацию 10-12 дней мы гипермобилизованы. Наш организм может справиться много с чем. И хорошо бы за это время выработать фиксированный комплекс действий. Хорошо бы, конечно. Но не всегда получается. А дальше начинается третья стадия, которая длится от 20 дней до 2 месяцев. В зависимости от ситуации, от организма и так далее. Она называется стадия истощения. То есть надпочечники у нас не могут вырабатывать постоянно большое количество гормонов. Не могут. Они начинают истощаться. То есть это максимум 2 месяца. После этого либо мы выработали фиксированный комплекс действий, перевели стресс в эустресс, как говорил Селье, либо мы ушли в болезни. Вариантов других просто нет. То есть через 2 месяца, если вы живете действительно в реальной стрессовой ситуации, или в жизненной ситуации, которую вы сами сделали стрессовой, то через 2 месяца либо вы придете к какому-то выводу и что-то измените в себе и в своей жизни, либо вы заболеете. Других вариантов нет. А болезнь будет развиваться в той системе, которая самая слабая на самом деле в организме. Вот и все. Это не обязательно, что будет там язва, как говорят, или что-то. А вот какое слабое место, там это и будет развиваться. Где прорвет. То есть на стрессовую ситуацию считайте максимум 2 месяца у нас есть для того, чтобы что-то понять и изменить. Или болезнь. Поэтому переводить вот эти всежизненные ситуации в стрессовые, это, понимаете, вот прямой путь в болезнь. Прямой путь в болезнь. Потому что либо вы тогда станете, знаете, философом, и каждую, каждый этот самый такой неприятность мелкую вы будете философски осмысливать, да, создавать для нее фиксированные комплексы действий для себя. Но это, знаете, тоже, в общем, определенный склад ума и характера должен быть. А иначе вы будете уходить в болезнь. Все дальше и дальше. Вот и все. Других вариантов-то нет. Значит, есть еще некоторые показатели, которые нам характеризуют состояние ухода в стресс нашего организма, как тела. Значит, есть такое понятие, как порог стресса. Порог стресса. И вы понимаете, чем организм у нас здоровее, крепче, чем наша нервная система лучше накорблена, чем, значит, у нас порог стресса будет выше. Кстати, вот HVP я его очень люблю, потому что для женщин, для девушек вообще замечательно. Совершенно продукт, особенно с ПМСами, да и в начальных проверениях климакса хорошо, вообще замечательно. Вот он повышает вот этот порог чувствительности к стрессу. То есть, если вы живете в жизни напряженной, да, и у вас, ваши предки вам не наработали много вот этих фиксированных комплексов действия, значит, ваша жизнь будет неизбежно наполнена какими-то ситуациями, потому что, значит, вам нужно их нарабатывать по сути, да. Не радоваться надо, на самом деле, бурной жизни, а не спокойной. Потому что спокойная означает, это не ваше достижение, это ваших предков достижение. А бурная жизнь означает, что вам в этой жизни наработать для своих потомков нужно много хорошего. Есть такая возможность, так и работаете. И вот HVP нам дает вот этот порог, да, когда мы не сразу будем в состоянии стресса впадать. Следующая характеристика – это реактивность стрессорной реакции, которая означает, в какой степени выраженности вот этих симптомов у нас есть. То есть, если у человека в норме, не в норме, конечно, а по жизни, без всяких ситуаций напряженных и стрессованных тахикардии, то есть у него постоянно, да, сердце колотится, то когда он попадает в стрессорную ситуацию, то вы понимаете, что у него вообще вот это будет выскакивать из горла. То есть вот реактивность зависит от общего состояния нашего здоровья, что в наших руках, потому что основное, что требуется нашему организму, это правильное питание. Питание не с точки зрения желудочно-кишечного тракта, а питание с точки зрения того, что у нас должны быть кирпичи для строительства нашего дома, а не солома. И третье – это скорость возникновения вот этих самых симптомов, да, то есть вот проявлений телесных стрессорной реакции. Вот смотрите, я вам сказала, как это развивается в норме по стадиям. Но ведь бывает какая ситуация? Никакой стрессовой ситуации еще нет, да, мы только подумали. Мы только подумали об этом, но мы запустили, да, вот эту реакцию. Или ситуация давно прошла, а у нас она продолжается в сознании. То есть мы рефлексируем, то есть мы не живем в состоянии сознания, осознанности. То есть современный мир, он и тем и сложен, и интересен именно потому, что человечество дошло в своем эволюционном развитии до того, что человек должен стать осознанным. То есть он должен жить не на рефлексах, не на рефлексии, а на осознании. А ведь большинство людей живет в сомнобулическом состоянии, да, вот таком. Вы знаете? Да. Он вроде и живет, но он совершенно в сомнобулическом состоянии пребывает. Значит, вот эти характеристики, они зависят тоже от многого. И от состояния нервной системы в целом, здоровья нашего. Ну и от нашего мировоззрения они тоже будут зависеть. Потому что вот эта вот включенность в тело, в стрессовую ситуацию, она, конечно, зависит от того, как мозг у нас оценивает вообще все. И вот смотрите, вот в норме, да, мы должны осознанно... Но не всегда это бывает, и далеко не у всех. Мы в этом должны развиваться. Значит, есть два таких вот крайних варианта. Когда мы смотрим на жизнь таким образом, что это создает некие психические такие вот установки. Я сейчас говорю не о заболевании. Я говорю о тенденции, которая может привести к заболеванию в конечном итоге. Я их буду называть как заболевания, но вы должны понимать, что это не диагноз. Это как бы скорее вариант мировоззрения. Вот есть два состояния. Одно называется истерия, а второе называется неврастения. Опять же говорю, ни диагноза, ни болезнь. А два пути восприятия мира. Истерия — это демонстративное поведение, как говорят психиатры. И правильно, потому что истерия — это крик сос. То есть вот человек на все будет вести себя таким образом, да, «Помогайте мне». Он будет всячески привлекать к себе внимание. Он будет всегда, да, ожидать какой-то помощи. Да, не дай бог ему не оказать в этот момент помощь, что ты для него будешь злейшим врагом. То есть это на самом деле, вот корень вот этого, это может уйти потом действительно в диагнозы, в проблему и так далее при определенных ситуациях. Но вот корень вот этого лежит в том, что есть недоверие себе и есть неверие в богов, в высшие силы, как хотите называйте это, да. То есть человека кинули в этот мир, и он вообще, он всё, знаете, «Помогайте мне, я ничего не понимаю, я не знаю вообще, что тут такое происходит». Это истерия. Неврастения — это гордыня вообще-то на самом деле, да. Это вот я такой, и вы должны быть и жить так, как я считаю нужным. Если нет, то вот я такой непризнанный гений, да, тут вам. И не трогайте меня, и вообще уйдите все от меня. Да, то есть вот два таких варианта крайних. Либо я ничего не могу, либо я могу всё, а вы не понимаете, вы все дураки. Это военные любят команду. Поддерживают или не поддерживают. То есть вот старайтесь уходить от этих крайностей, да. И ещё вот в связи с этим хочу сказать тоже вот, потому что будет очень сильно влиять вообще на формирование стресса, на поведение в стрессе, на то, как организм будет вести себя. Страхи, да. То есть страх вообще состояние нужное для человека, да, потому что страх даёт возможность человечеству выживать. Но когда страх чрезмерный, он мешает жизни, да. Все мы это прекрасно знаем. Восточная медицина, она очень тесно связывает органы с эмоциями, и определённые эмоции влияют на определённые органы, там негативные, если очень чрезмерные негативные эмоции. В то же время сами органы, если они не в порядке, они будут создавать нам такой эмоциональный фон. Вот они выделяют четыре вида страха. То есть вот эти виды страха, они связаны на самом деле с органами. Это действительно так. На самом деле это так. Они совершенно правы. Абсолютно. Вот смотрите. Страх социальной жизни, то есть проявления себя в социуме. Да, вот Ира говорила перед этим, да, о маркетинге, да, о работе. Вот когда человек говорит, это не моё, то он говорит это чаще всего. Вот из этого страха я себя проявить как-то должен в социуме, я с людьми как-то должен общаться, я должен что-то давать. То есть вот этот страх социума. То есть вот этот страх социума, он связан с состоянием печени. Вот когда человек говорит, это не моё, да, и боится этого, ему нужно там репейничек предложить, левгард предложить, молочный чертополог. А может со временем он скажет, да, вы знаете, а, получается. Страх вообще жизни, вот не социального проявления, а вообще жизни, да, вот открытого пространства жизни, это лёгкие. Страх, связанный со своим телом, вот эта мнительность, да, там заколола, тут заколола, да, что-то вот, что вообще моё тело, вот если заболеешь, как же оно будет справляться, и что это такое, да. Это почки. А страх смерти, да, такой сильный, выраженный страх смерти, это сердце. И на самом деле люди, которые перенесли, например, инфаркт, у них очень у всех сильный страх смерти. Итак, чем мы можем себе помочь, кроме того, что нам нужно и в себе эволюционно развивать осознанность, да, ну, надо какие-то действия ещё предпринимать. То есть то, что кормить тело, это вы поняли, я надеюсь, да? Нужно, прежде всего, когда мы говорим о, на эту тему, это состояние нервной системы, то есть кормим нервную систему, лецитин, омега, кофермент, пептовид, микроэлементы, там, либо коллоидный минерал, или суперкомплекс, ТНТ, да, белковые коктейли наши. На самом деле вот это всё, это действительно питание для нервной системы, потому что из этого она строится. Если денег нет, то воздух, воздух, ещё раз воздух. Нет, ну, понимаете, организм же истощается, то есть он пытается крутить это то, что у него есть туда-сюда, но это же всё равно истощается рано или поздно. Никуда от этого не деться. И это первое. Второе. Чем мы можем себе помогать, это дыхание. Потому что дыхание напрямую связано с состоянием нервной системы. Напрямую. И человек в состоянии стресса, он дышит определённым образом, в спокойном состоянии, совершенно иначе дышит. Если человек встретил медведя в лесу, так дыхание у него сразу изменится. Я вас уверяю. А если человек лежит, спокойно в своей кроватке засыпает, у него совершенно другое дыхание. То есть вот состояние нервной системы и дыхание у нас напрямую завязаны друг на друга. Вот на сердцебиение, специально сознание меняем, мы не можем, если мы не калиостро, как-то повлиять. А вот на дыхание можем. Я вам сейчас покажу один способ дыхания. Я его всегда даю беременным, потому что в родах он помогает очень хорошо. Но это не обязательно в родах, это всем помогает. Детям, взрослым, в родах, без родов. Называется оно перышко. Вот вы представляете, что у вас на ладошке лежит перышко. И на выдохе ваше перышко не слетает с ладошки. Оно только подскакивает. То есть вы делаете вдох через нос, выдох делаете через рот, выдох два раза всегда длиннее вдоха. И для того, чтобы этот выдох был таким, чтобы перышко не слетало, ваша нижняя челюсть должна быть полностью расслаблена. У вас тогда немножко приоткроется рот. Это вы не специально его приоткрываете, а за счет того, что полностью расслаблена нижняя челюсть, она просто будет опускаться. У вас будет немножко приоткрыт рот. Это совершенно, такое, знаете, невесомое, неслышное дыхание. Ему нужно просто натренироваться. Легче всего его тренировать, когда вы засыпаете, потому что как только вы в него войдете, вы уснете. И вот когда мы в группах это дыхание отрабатываем, все так вот сразу успокаиваются, умиротворяются все такие, полусонные становятся. То есть, но вы должны его наработать для себя, потому что любое изменение дыхания это изменение кровообращения в мозге. Если дыхание непривычное для вас, даже очень полезное, то у вас сначала реакция негативная пойдет. Поэтому вам нужно это дыхание на себе отработать. Вот научитесь перед сном его делать. И все, и замечательно. И все, и когда у вас тогда действительно какие-то ситуации напряженные, чтобы опять же вот эти жизненные ситуации в стресс не переводить, вы начинаете и так дышать. И вроде все, да, пришло нормально. И вроде как бы, да, и фиксированные комплексы действия какие-то всплыли в сознании. И все замечательно, и все хорошо. Что? Вы имеете в виду, сколько вдохов-выдохов? А пока не успокоитесь. Нет, если вы отработаете, достаточно быстро это происходит. На самом деле. Если не очень отработано, то потребуется какое-то время. Значит, есть еще один тип дыхания, там считать надо. Он такой, вот этот проще просто, потому что наработали, и включаете, когда нужно сразу. А это, смотрите, тоже это связано с нервной системой определенным образом, с ритмом. Четыре счета. Четыре счета вдох. Четыре счета пауза. Шесть счетов выдох. Два счета пауза. Потом снова четыре, четыре, шесть, два. Но это четыре, четыре, шесть, два. Но, смотрите, здесь нужно, вот если с перышком проще наработать, вы засыпаете, нарабатываете автоматически. А здесь все-таки вам нужно это все считать, держать. То есть вам нужно поработать над собой побольше, чтобы наработать вот этот тип дыхания и включать его автоматически, тоже когда надо. Четыре, четыре, шесть, два. Четыре вдоха. Четыре пауза. Шесть выдоха. Два пауза. Два пауза между дыхательными циклами. А четыре пауза между вдохом и выдохом. Понятно? Это тебе надо генеровать. Да, конечно. Четыре выдоха. Да, и вообще помните всегда, что чем спокойнее вы, тем длиннее выдох. То есть выдох в норме, в спокойном состоянии всегда должен быть длиннее выдох, длиннее вдоха. Да, лучше в два раза. Значит, при напряженных ситуациях, да, при стрессах, вот сейчас вам вот эти больше, я вам все примеры даю, для того, чтобы на самом деле жизненные ситуации не переходили у нас в стрессовые ситуации, потому что иначе пойдете по второму пути сразу. Итак, при напряженных ситуациях у нас происходит блокировка мышц, то есть сжатие мышц больше задней поверхности. То есть это спина, ноги. То есть передняя часть у нас не так сокращается и спазмируется, а задняя много, поэтому проблем со спиной, как правило, много у людей от этого. И задняя поверхность ног у нас, да, вот она все время в спастическом таком состоянии. Значит, вы ложитесь, и на выдохе, глубоком, длинном выдохе, вы носки ног тянете на себя, на выдохе, на вдохе опускаете, на выдохе тянете на себя. То есть таким образом мы работаем с этими мышечными спазмами. Носки на себя, на выдохе. На выдохе. На выдохе. Вдох у нас всегда напряжение, выдох у нас расслабление. То есть если мы хотим расслабить какую-то часть тела, то мы через нее как бы мысленно выдыхаем. То есть вы чувствуете напряжение где-то, да, в теле. Вы мысленно выдыхаете через эту часть тела. На выдохе всегда у нас идет расслабление, на вдохе у нас сокращение. Значит, когда у нас напряженные ситуации, стрессовые ситуации, у нас происходит некая разбалансировка правого и левого полушария. Вообще я вам хочу сказать, что стрессоустойчивостью обладает больше у нас правое полушарие. А вот левое полушарие у нас больше нас вводит стресс. То есть нам нужно вот, да, создать гармонию между этими полушариями. Это можно делать с упражнениями, с глазами. Кстати, при панических атаках, но только при начале, как только вот если человек уловил, что вот уже вот, да, вот обычно у кого панические атаки, они уже знают их приближение. То вот нужно мгновенно как бы расфокусировать, не просто расфокусировать глаза, а посмотреть двумя глазами на периферию. Постараться вот так глаза, как бы, да, вот зрение вот так вот, да, раздвинуть. Это помогает иногда даже остановить паническую атаку. А для того, чтобы вообще успокоиться и сгармонизировать полушарие, там мы глазами делаем восьмерки. То есть как? Мы сначала смотрим влево-вверх, потом мы смотрим вправо-вниз, потом вправо-вверх, да, лево-низ. И пошли, да, то есть глазами восьмерки вот такие. Руками можно так же делать, тоже успокаивает. Это вот как раз всякие практики восточные, они очень это любят. Начинаем отсюда. Так, 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 так. Значит, еще, вот, если тип А и тип Б, да, вот какая-то напряженная ситуация, даже пусть она еще не стрессовая ситуация, напряженная ситуация, вот, в принципе, достаточно легко определить, к какому типу будет относиться человек, потому что в острой такой неожиданной ситуации мы реагируем четко по типу А или по типу Б. Вот человек, например, там сидит, чем-то занимается своим, да, вы подходите, ему что-то говорите, такое для него очень такое, да, вот, важное и такое неприятное. Тип А, он или встанет, или что-то там начнет делать, да, что-то, а тип Б, он застынет на месте. Вот для типа Б, это кортизол, это пассивный, это пережидаем. Для него как раз, знаете, вот, видели, наверное, особенно восточные люди это любят, сидеть на корточках, да, вот они вот сядут так и сидят. А вот еще хорошо, знаете, вот это вот, мычание, то есть вот М, Н, там гласное-согласное, а это именно согласное было, мычание, это согласное, это некая вибрация, знаете, вот еще дети, маленькие дети, они, поскольку у них вот эти фиксированные комплексы действия, они бессознательно, которые получены, да, вот особенно больно, когда или что вот ребенок сидит, да, ну что ты ноешь, а это вот на самом деле вот этот самый механизм, да, помощи себе, помощи себе, особенно качательные движения, и вот это вот мычание, вот это вот М, Н, да, вот это вот глухой звук, когда, когда, если это научиться, это действительно, то есть это очень хорошо помогает, потому что тогда это, знаете, вот такой глубокий звук, когда создаются вибрации во всем теле, то есть нужно вот, когда учишься этому, нужно, чтобы это вибрировало не только вот здесь, да, или вот здесь вот, а чтобы это вот до кончиков пальцев рук и ног доходило, тогда это хорошо работает тоже, а вот для типа А вы его не заставите на корточках сидеть, все, вы ему сорвете всю адаптацию, он вас убьет после этого, поэтому ему нужно, что, бегать, отжиматься, приседать, да, вот что-то такое, чтобы вот это выплеснуть, вот это, потому что у него все в мышцы пошло, так, ну вот, значит, про питание нервной системы мы сказали, а теперь про оборонительные, да, сооружения дополнительно, которые нам могут пригодиться, ну, да, вы знаете все их, HVP, я говорю, мой любимый, да, продукт исключительно, потому что прям женский, снижает повышенный уровень тревожности, при ПМСе хорошо, то есть вот все женские, вот эти вот эмоциональные переживания, хорошо, потому что там хмель, который нам на эстроген составляющую действует, да, то есть это замечательно, я обычно назначаю на ночь, да, по одной-две капсулы, в зависимости от того, как надо, можно и днем тоже принимать, если совсем как бы нехорошо, при нервном истощении, при чувстве вины и хорошо, вот, да, вот, восьмерка, она немножко иначе действует, да, она хорошо действует, наоборот, при депрессивных таких состояниях, да, при бессоннице, когда со сном проблема, когда вот уже не справились мы, и у нас вот это вегетативные реакции, вот эти все пошли, там, висцеральные, то, что называется, то есть в основном это в животе реакции, да, это вот синдром раздраженного кишечника, да, вот предъязвенные все эти состояния, тошноты там, да, то есть то поносы, то запоры, да, то есть вот эти вегетативные реакции, вот восьмерка очень хороша, когда вот это вот такое. Депрессивные состояния, бессонницы, при панических атаках тоже она работает, восьмерка. Пятерка, опять гидрокситриптофан, очень хороший, да, но тут надо помнить что, что, во-первых, его нужно принимать вне еды обязательно. Пятерку? Да, потому что если, ее можно со сладким только, потому что как раз глюкоза дает возможность трептофану проникнуть в мозг. А если вы будете с едой есть, то ее принимать, то другие белки, они быстрее проникают в мозг, и трептофан не попадает туда. Это бессмысленно. При повышенной тревоге, при мигрениях, кстати, хорошо тоже помогает. И знаете, когда, а? При мигрениях. Да, и знаете, что еще? Когда зависимости? Ну, понятно, когда человек хочет бросить курить, пить, или от кого-то избавиться. Потому что зависимость, она не важна от вещества, от человека, она все равно развивается по определенным своим тоже механизмам, так же, как и стресс. Да. И сок нони. И сок нони. Сок нони. Тоже очень люблю его. Вкусный еще, к тому же. Да? Полезный такой. На все случаи жизни. И для нервной системы тоже. То есть он нам помогает справляться и с депрессией тоже. И дело все в том, что он повышает нам уровень выработки серотонина и интерфинов. То, чего как раз не хватает при вот то, что мы называем якобы хронический стресс, когда происходит истощение гормональной системы. Естественно, там уже не интерфинов, ничего там уже нет. Дело все в том, что, например, адреналин, когда говорят, что вот там, вот молодежь там стремится к адреналину. Никто к адреналину не стремится. Я вам сразу могу сказать. Адреналин в ощущениях телесных это очень неприятно. Это действительно тахикардия, это пот, это все трясется. Никто к этому состоянию не стремится. Но как только у нас пошла выработка адреналина, у нас вслед за этим вырабатывается очень большое количество энтерфинов, эпиоидных гормонов. Поэтому хвостом за адреналином идут энтерфины. Вот к ним-то стремятся, а никак не к адреналину. Поэтому истощается это достаточно быстро, а вот сукно не помогает нам восполнить и выйти в такое хорошее состояние. Ну вот, это, наверное, все, что я вам хотела сказать. Есть ли у вас вопросы ко мне? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот как мне говорили, что просили, вы знаете, а вот она сейчас кормящая. Вот это же все можно принимать, когда вот человек кормит ребенка, потом он кормит, или какие-то взрослые должны быть? Значит, лецитин, омега, это обязательно при кормлении, вообще обязательно. Это не то, что можно, а это нужно. Нужно всем. То есть при кормлении лецитин, омега, бифидофилус, это вот просто вот обязательно. А кем можно? Стратим еще по поводу телку вызывать. Надо смотреть, но можно. В принципе, можно. Да, это же не гормон. Спасибо большое. Просто в жару не надо, когда солнце яркое. А так, пожалуйста. Да.